Всем привет! Давайте в сегодняшнем уроке попробуем узнать, как загружать в LAW 2D картинки, двигать их по экрану, как можно удобно эти картинки описывать, чтобы ими удобно пользоваться для создания своей игры. Приступим. Давайте попробуем. Не забывайте, когда вы пользуетесь ZeroBrand Studio. Если у вас создан проект LAW, то главный файл должен называться main.lua. И вот здесь должен быть выбран LAW для запуска. Пробуем запустить наш простенький main. Запускается, ничего на экране нет. Давайте создадим наш первый спрайт. У меня здесь есть какие-то спрайтики подготовленные. Вот. ShipUp будем использовать. Это простенький спрайт. Вот такой вот кораблик, который смотрит вверх. Космический кораблик. Я нарисовал в шикарном бесплатном пакете. Называется paint.net. Очень рекомендую вам его скачать. В Яндексе или в Гугле набираем paint.net. Но осторожно. Вот здесь паразитные вирусные ссылочки идут первыми. И вот настоящая ссылка только 4. GetPaint.net. Вот. Можно скачать этот редактор. Ну ладно, к редактору мы еще вернемся, если я буду рисовать дополнительный спрайт, потому что уже есть. Так. Давайте посмотрим, как будем грузить спрайт. LoveGraphics. Библиотека. Image. New Image. Вот. Очень простой формат вызова функции. Так. Как тут у нас можно скопировать все это? Давайте попробуем. Получится ли. Ага. Отлично. Так. Ну давайте назовем наш спрайтик первый. Просто спррррррррр. Здесь требуется для загрузки картинки в laudo.id требуется имя переменной. Переменную мы назвали SPR. Здесь нужно указать имя файла shipup. Нужно указывать расширение, потому что разные форматы файлов графических поддерживаются и не может найти shipup.png. Давайте попробуем укажем папочку. Рис. Сработает интересно так, как для библиотек нет. Ну ладно, тогда ставим слэш. Все нормально. Спрайтик у нас загружается, наш кораблик. Теперь нужно его отрисовать. Рисуем мы точно, используя ту же самую библиотеку Love Graphics. Вот Love Graphics. У нас тут есть Draw. Вот. Draw может рисовать любой drawable объект. Но мы не будем с этим загоняться. У нас есть только один объект спрайтик. Нужно сразу указать координаты. Вот. Давайте 100-100. Координаты у нас отсчитывается с левого верхнего угла экрана. Экрана. 100-100. Отлично. Наш кораблик. Ага. Наш кораблик и не видно у него обводки. Мне это не нравится. Давайте в наш цикл рисования. Сделаем очистку Graphics Clear Love Graphics Clear. И тут у нас должен идти цвет. Давайте сделаем голубенький какой-нибудь. Темно-голубенький. формат такой. 4 параметра R красный, зеленый, синий и прозрачность. Но сейчас я пользуюсь старой Love 2D 10 версией. Поэтому у нас формат здесь такой. От 0 до 255 каждый параметр. Так. Ну, красный мы будем 0. R B B сделаем, например, 30. Цик. Прозрачность нам не нужна. Поэтому мы параметр 4 не пишем. Давайте сразу запустим. А, сразу говорю. Если мы пользуемся версией 11 Love 2D то здесь все параметры от 0 до 1 должны быть. Поэтому здесь было бы, например, не 30 а что-то такое 0.1, например. Вот так. Ну, тут небольшое отличие 10 и 11 версии. Так, давайте 30. Пробуем запустить. Так. Ну, я уже вижу кое-что. Ну, я уже вижу кое-что. Ну, вот. Получше стало. Да? Не будем сильно тратить на это время. Итак. Помните, что означают вот эти вот три цикла? Ну, первый-то не цикл. Запускается один раз. Значит, при загрузке один раз вашего приложения запускается один раз из строка. Дальше каждые 60 секунд, если у вас достаточно современный компьютер, запускается вот этот цикл и вот этот цикл. Здесь мы ничего не делаем. Давайте, кстати, сразу здесь что-нибудь сделаем. Так. Помните про переменные? Локальные и глобальные. Сейчас мы пользуемся глобальными переменными, которые будут видны во всем проекте. Не только внутри этой функции. Ну, давайте попробуем заодно освежим память. Например, local x y присвоить 100 100. Ну, и здесь мы пишем уже x y. Сработает у нас? Как вы думаете? нет, не сработало. Нет, не сработало. Почему не вылетело по ошибке? Потому что можно не указывать координаты. Видите, по умолчанию, если мы не указываем у функции low graphics draw координаты, то она по умолчанию использует x y равные нулю. Ладно, исправляем ошибку. Делаем глобальную переменную. И обращаемся к этим глобальным x, y. запускаем. Запускаем. Ну, вот все нормально. Как было у меня в начале константами описано 100-100. Давайте проверим. Работает действительно. Да, вот видно уже, что 200. Кстати, по умолчанию, если мы не задаем, если у нас нет конфигурационного файла, но вы про это отдельно почитайте, то нам LAV2D автоматический проект создает с размером экрана 800 на 600. 800 в ширину, 600 в высоту пикселей. Так. Угу. Ну, давайте какую-нибудь логику добавим. Очень простенькую логику. Например. Угу. Чтобы 60 раз в секунду x нашего корабля увеличивался. пусть будет на единичку. Посмотрим, что у нас. Куда улетит наш корабль. Ну, так как разрешение этого окошечка довольно большое, поэтому летит он довольно медленно. Ну, вообще, надо привыкать. Давайте еще создадим переменную. спид скорость корабля. Пусть она будет равна сотне. И мы будем прибавлять спид скорость нашего кораблика с переменной. Чтобы легко было в одном месте изменить сразу скорость нашего корабля. Ну, чтоб не пришлось по всему проекту. Это у нас сейчас очень мало строчек. Менять везде цифру. Число. Константу. Так. Давайте посмотрим. О! Улетел очень быстро. Так. Правило хорошего тона. Чтобы скорость движения наших объектов в игре не зависели от скорости вашего компьютера. Вот для этого здесь у нас есть такой параметр. Delta Time. Он меняется в зависимости от количества ну, от значения FPS. Frame Per Second. Это сколько раз в секунду ваш компьютер позволяет отрисовать экран. Не буду на этом останавливаться. Вы где-нибудь про это прочитаете. В общем, могу гарантировать, что вот эта вот скорость так, давайте. Она будет одинаковая. Скорость движения кораблика она будет одинаковая на любом компьютере. На медленном. На быстром. Давайте. Ну, это только для примера. Я здесь показываю, что вот вторая скорость у нас будет. Вторая скорость поменьше в 10 раз. Ну, вот видно, что опускается, опускается, опускается относительно. Ну, все нормально. Кораблик у нас есть. Вроде бы спрайт. Движен. Видите, какая простая программа. Вы уже можете сделать какой-нибудь Flappy Bird. Ну, что-то нам с Flappy Bird не хватит спрайта. Давайте сделаем хотя бы спрайт нашего корабля с горящим, ну как с двигателем, с запущенным двигателем. Так. Ну, простите, буду шлисовать быстро. Мне кажется, нам хватит такого. Файл сохранить как. Обязательно выбираем здесь тип файла png. Flappy Bird. Ship Up. Так. Он еще не сохранил нам файлик. Он спрашивает глубину цвета, какую будем делать. Ну, глубина цвета, если мы сделаем автоопределение или 32 бита. Ладно, не будем загружаться. В общем, главное, обратите внимание на это шахматное поле, что у нас спрайт с прозрачностью сохранен. Если у нас здесь будет белый фон или какой-нибудь синий и так далее, вам нужно научиться в этом редакторе. Ну, может быть, в ходе этого урока я где-нибудь покажу, как этот фон удалять. В общем, в любом случае, оставляем по умолчанию. Ок. Сохранили. Так, давайте посмотрим. Да, вот у нас уже есть Ship UpFire. Ну что? Нам легко создать. Имея образец, создаем следующий. SpurFire. UpFire. Fire это огонек. Огонь. Так, ну запускаем. Ничего у нас не изменилось. Но мы можем тогда сделать здесь SpurFire. Так. Вот наш корабль летит. Отлично. Так. Давайте пока рассмотрим параметры вот этого вот. Перед тем, как я сделаю, чтобы включался и выключался огонь у нашего спрайта. Как можно, имея один спрайт, уже сделать какую-нибудь интересную игру. Например, я хочу, чтобы корабль у меня не смотрел вверх, а смотрел носом своим вправо, раз он движется вправо. Ну давайте посмотрим, что нам предлагает эта функция. Так. Первый параметр. Спрайтик. Потом x, y. Потом r. r это у нас есть поворот. Поворот в радианах. Да. Ну вот я сталкивался с тем, что синусы, косинусы радианы начинают изучать, я не знаю, в шестом классе сейчас, что ли. По крайней мере, по-моему, четвертый класс этого не знал. И может быть даже и шестой еще не знал. Ну ладно. Давайте попробуем 0 здесь поставим. Повернуть наш корабль на 0. Давайте попробуем единичку. Посмотрим, как спрайт наш выглядит. Видно, что он повернулся уже немножко. Ну я вам могу такую вещь сказать. Что полный поворот нашего корабля на 180 градусов равен в радианах. Ну чтоб не... Примерно вот так. 3,14. Давайте попробуем. 3,14. Ну вот. Отлично. Очень похоже на то, что он смотрит вниз. Но если у нас картинка корабля будет большая размером с экран, то возможно вот этой точности Пи не хватит. И у нас корабль будет немножко-немножко завален на бок. И вообще, вот есть у нас хороший такой... Как сказать... Давайте будем не вручную писать Пи, а будем использовать встроенную библиотеку math, математика. Пи. Вот. Пи. Вот видите, даже цветом выделилось. Значит, есть у нас такая константа Пи. Вот отлично. Пи. А если мы хотим, чтобы он не на 180 градусов, а всего напополам, наполовину, мы пишем тогда Пи пополам. А вот корабль у нас уже летит вправо. Так. Как же сделать так? Как же сделать так? Вот у меня спрашивали. Видите, неудобно. Ну... Ну ладно. Давайте сейчас начнем с простого. Переменная вправо. False. Знаете, что такое? False это ложь, а true это истина. Тип переменной boolef. Там может быть два значения. Истина или ложь. Вот. Вправо и истина. Вот сейчас сделаем так, что если переменной вправо истина лежит, то корабль у нас смотрит носом вправо. Если ложь, то он смотрит носом вверх. Так. Ну и давайте попробуем так написать. If. If. Право. Then. С словами вы, наверное, тоже разобрались. Так. Если вправо, то вот все правильно. А если не вправо, ну например вверх, тогда ноль. Или вообще ноль убираем. И давайте смотрим. Да. Вправо. Так. Давайте поменяем вот эту переменную. И смотрим. Ммм. Отлично. Так. А как же сделать так, чтобы... Наша переменная... Вот. Давайте сделаем такую вещь. Будем проверять. Нажата кнопка мыши. Правая. Тогда он вправо смотрит. Если кнопка отпущена правая, то он смотрит вверх. Так. Давайте смотрим, где у нас тут мышка. Это я пользуюсь сайтом с кратеньким описанием функций. Love2d. Мне удобно. Потому что я, честно говоря, мало что помню на память. Так. GetCursor. GetPosition. Вот. IsDown. IsDown это значит мышка нажата. Ага. Давайте. Копируем. Вот. А мы сразу так сделаем. Сразу вправо присвоить. IsDown. Так. А кнопки у нас, по-моему, цифрами перечисляются. Один, два, три числами. Первая. Вторая. Так. Первая это левая. Вторая это правая. А третья это средняя кнопка. Ну, там еще какие-то были параметры. Это вы сами почитаете. Так. Ну, давайте смотрим. Вот. Я нажал правую. Отпустил. Нажал и держу. Отпустил. Классно, да? Отлично. Так. Давайте-ка скорости эти уменьшим. Чтобы не так быстро улетал наш кораблик. Отлично. Что-то мне, конечно, не нравится, как спрайт у нас вот так дергается. Но я вам объясню, почему он так дергается. Так. Давайте посмотрим. Я забыл, какого размера. По-моему, 64 на 64. Так. Какого размера у нас был спрайт? А, вот внизу уже сразу написано. Видите, в редакторе. 64 на 64 точки. Так. И у нас, когда я поворачиваю корабль, он поворачивается относительно спрайт, относительно левого верхнего угла. Когда мы рисуем на экране наш спрайт, он тоже всегда, когда мы задаем координаты 100-100, то от координат 100-100 начинает рисоваться вот эта точка. И вот так по строчке слева направо и сверху вниз потихоньку отрисовывается по точке наш спрайт. Вот. Так. Ну давайте тогда насчет поворота немножко разберемся. Что там у нас за следующие параметры. Так. Следующие параметры. Так. Ну давайте. Там сейчас сложные параметры. Там есть не только точка поворота. Low Graphics. Draw. Вот. Нам все пишет. Все параметры нашего Graphics Draw. X, Y координат R. Поворот в радианах. SX, SY. О! Это масштабирование. И может быть негативным. Ну отрицательным значит. Так. Ну давайте попробуем. Что тут у нас. Давайте-ка мы кораблик увеличим в два раза. Это в два в ширину и высоту. Видите. Я только одну двоечку нажал. О! Видно, что у нас уже спрайтик в два раза больше стал. А почему он сразу и высоту и ширину? Я же только два заказал. Я же только одно значение указал. А оказывается, если мы пропускаем следующий параметр, то берется предыдущий. Давайте вот так сделаем честно. По X, значит, шире будет в два раза. А высоту будет в три раза выше. Видно честно. Вот видите, он вытягивается. Так. Ну ладно. Пусть будет в два раза. Следующие какие у нас тут параметры. Отлично. Вот это вот то, что нам надо. Это как раз относительно какого смещения внутри нашего спрайта. Вот. Например, вот здесь. Смотрите. Так. Вот. Видите, вот сюда смотрите сейчас. Когда я буду увеличивать. Ну это такой лайфхак простой. Как координаты узнать. Ну 32, 32. Вот где-то центр у нас корабля нашего будет. Пусть будет. Так. Я просто здесь значение посмотрел. Знаете, что? Я пропущу эти параметры. Можно пропускать. Сейчас посмотрим. Не крошнется. Нет. Нельзя пропускать. Ну ладно. Тогда пишем nil. Это пропуск. Nil. Вот. Значит, мы не масштабируем. Но мы хотим добраться до следующего параметра. Это вот смещение. Помните, у нас спрайтик 64 на 64 точки. Наш кораблик. Вот. А сейчас мы зададим смещение относительно левого верхнего угла. Вот этого спрайтика. Сколько нужно точек отсчитать. Чтобы вот эта точка была точкой поворота. Так. И давайте-ка вот эти вот скопируем для нашего спрайтика. Сюда. Для другого спрайта. Отлично. Понятно, да? Что у нас корабль начал поворачиваться как должен. Давайте решим небольшую задачку, чтобы вы поняли насчет поворота. Давайте сделаем так, чтобы он поворачивался относительно вот этого вот своего кончика острова. Посчитаем координаты. Тридцать. Шесть. Внизу видите, да? Вот здесь вот были значения. Давайте попробуем. Тридцать. Шесть. Тридцать. Шесть. Тридцать. Отлично. Понятно, что теперь у нас центр нашего спрайта, центр поворота находится вот здесь. Так. Ну я возвращаю на 32-32. Пусть сидим. Ну что, мы пришли к тому, что если мы захотим сделать кораблик, например, взрывающийся или там с трещинами на корпусе на своем, то мы должны будем создать еще какой-то ив. И вообще, видите, вправо у нас есть только поворот вправо. А если я хочу сделать, чтобы у нас были разные варианты, давайте сразу делать немножко удобнее, немножко умнее. Создаем. В принципе, у нас уже есть. Создаем таблицу. Если вы с другого языка пришли, то помните, что таблицы в луа, в принципе, это как массивы. Вот. Давайте здесь мы будем загружать первую картинку нашего просто звездолета в первый элемент таблицы. Этот будем загружать. Ну что нужно изменить? Вы поняли, да? Сейчас не заработает, потому что мы передаем. Вот нам и пишут, что плохой аргумент номер один функции draw. Но ожидает drawAble объект картинку, а получила в таблицу. Давайте изменим. Мы же видели, что мы писали в первый элемент. Конечно, нужно не таблицу просто передавать, а таблицу с каким-то элементом. Давайте. Вот. Первый. Здесь второй. Вот, по-моему, сейчас не должно отличаться. Ага. Ну понятно. Я и поворачиваю, еще и спрайтик меняю, как хочу. Так. А давайте сделаем так, чтобы спрайтик моргал. Ну он же движется у нас, правильно? Чтобы у него двигатели зажигались и гасли, зажигались и гасли. Так. Ага. Ну давайте сделаем какую-нибудь переменную. Угу. Фрейм. Фрейм один. Так. Фрейм. Присвоить. Фрейм плюс один. И здесь напишем вместо один-два уже фрейм. Фрейм. Ах. Недолго программа запускалась. Ну действительно. У нас же всего два фрейма. Ну точнее, мы всего два спрайта описали. Первый, второй. Вот. Фрейм. Давайте здесь условия сделаем. Чтобы фрейм был только один или два. Если фрейм больше двух, тогда фрейм присвоить один. Ну и вот он у нас будет крутиться. То. О. Так. Здесь плоховато видно. Но, по-моему, если вы остановите видео, вы можете иногда увидеть. Замедлить. Ну я вижу эффект. Так. А как же замедлить? Ну давайте сначала замедлим. Слоу. Давайте чтобы он мигал каждые полсекунды. Вот так. Так. Слоу равно Слоу плюс ДТ. Вот это ДТ, это как раз секунды. Сколько секунд прошло? Мы накапливаем. Так что в каждом кадре нам долю секунды сюда приносит. Мы не знаем это значение. Может быть это одна сотая секунды там. Одна вторая секунда, если у вас очень медленный компьютер. Ну и давайте сделаем условия. If slow больше. Давайте здесь константа. Мырг. 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 Это мыргай. Моргай. Моргай. Сделаем ее 0,5 секунды. Так. Если Слоу больше. Мырг. Тогда, во-первых, мы в Слоу сбрасываем этот счетчик времени 0. Ну, чтобы он в следующий раз отсчитывал. End. Давайте запустим. Ну, ничего не изменилось. Ну, конечно. Потому что вот это вот перебирание фреймов надо занести сюда. Внутрь. Когда у нас происходит сброс времени счетчика, это как раз ровно произошло вот то время, которое мы в мырг занесли. 0,5 секунды. Давайте посмотрим. Ровно 0,5 секунд. Ну, в принципе, знаете, когда корабль садится на какую-нибудь луну, ну, вот такая вот штука. Ничего. Ну, я бы сделал, конечно, побыстрее. Давайте 0,1 секунда и мы увидим. Ну, вот отлично. Моргает наш кораблик. Нажимаем, если держим правую кнопку мыши, вот он, пожалуйста, и вправо идет, и вверх. Отлично. Так. Ну, для урока уже многовато, конечно, первое. Ну, давайте я все-таки сделаю чуть более, чуть более интересно. Так. Давайте-ка будем сохранять. Ну, ладно. Тогда вот так. Rotate. Rotate. Это у нас тоже поворот. мы будем хранить здесь переменную значение поворота для того или иного спрайта. Вот смотрите, у нас для первого спрайта, не для первого спрайта, а когда мы поворачиваем правый, когда хотим повернуть наш кораблик вправо, мы вручную пишем вот такую вот ерунду. Так. А давайте-ка мы теперь еще один массив сделаем. Так. Ну, тоже элемент, например. Первый. Так. Первый это будет у нас вверх. Так. По часовой стрелке поворачиваем. Это вот вправо у нас. Так. Давайте. Третий. И четвертый. Так. Ну, третий это у нас вниз уже смотрит. Ага. А четвертый, мы знаете, давайте-ка минус сделаем. Минус пи пополам. Можно поворачивать как в ту сторону. Как влево, как вправо. Можно как вправо. Я пишу вам здесь упрощенно. Знаете, что таблицу можно на самом деле заполнить и вот так. Ну, ладно, ничего не изменилось. Давайте исправим нашу спрайт табличку. Со спрайтами сразу. Вот видели, как я писал. Первый. А мы можем так написать. Вместо вот этой строчки. Вот так. Вместо второго. Вот так. Стираем. Если что перемотаете. Ну, смотрите насколько симпатично и меньше занимает вот у нас уже два кадра нашего кораблика. И они используются. Первый и второй. Вот смотрите. Так что я только инициализацию создания этого массивчика упастил. То же самое и для ротейта. Ну, тут я вам понятно. Чтобы попроще, чтобы было понятно. Так. И что мы будем с ротейтом делать? Ага. Давайте-ка мы сделаем Поворот спрайта нашего корабля. По часовой стрелке. Рот равно 1. Слов рот равно 0. И здесь добавим, как у нас уже было. Только не фреймы, а вот у нас здесь. Может зря я скопировал. Ну, ладно. Рот. Так. А я тут увидел нехорошую вещь одну в своем коде. Давайте-ка мы ее исправим. Ну, вот все эти рот-рот увеличивания. Я нигде этот рот не использую, так что у меня все как было, так и есть. Зато вот здесь я увидел у нас нехорошую вещь. Смотрите. Я фрейм вручную сравниваю с вторым количеством фреймов. Фреймы это кадры по-русски. Видите, у нас в спрайте два кадра. Первый кадрик и второй кадр. Как узнать сколько всего у нас кадров? Можно просто воспользоваться вот такой вот штукой. Решетка спр. Это значит количество элементов в таблице спр. Там у нас два. Если мы добавим сюда, например, третий какой-нибудь спрайтик, то у нас прекрасно все будет работать. Никакой ошибки. Так. Ну да, все работает. Вот так и надо было сначала писать самого. Так, ну давайте теперь здесь тоже самое напишем. Только у нас Rotate. В Rotate у нас четыре штуки. Раз, два, три, четыре. Понятно. Так что у нас должен в переменной Rot должно быть сначала один, потом два, три, четыре и потом опять один по кругу. Понятно, да? Text. Ну и что у нас? Вращения нет. А, да. Мы этот Rot, переменный Rot, мы ее должны где-то в нашем спрайтике вместо вот этой вот штуки, вручу константы, да? Мы должны нашу переменную поставить. И вот сюда тоже должны поставить. Давайте запустим наш кораблик. Ой, 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 ой. Я что-то не могу понять. Он так мелькает. А, ну, да. Так как Rot точно такой же, как... Не важно, нажата кнопка или не нажата, мы используем одно и то же значение Rot. Поэтому я сейчас нажимал, нажимал правую кнопку. И слишком быстро кончается. Давайте тоже самое сделаем. Slow Rot. Но это отдельный счетчик замедления вращения. Slow Rot. Вот. Ну, видите, мы пользуемся той же самой... Тем же серым... Тем же самым параметром функции UpdateDT. Потому что мы везде при... Так, ну давайте мырк. Ой, уже у нас мырк должен быть, а... Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, давайте вот так. Max Rot. Max Rot. И давайте сделаем 0,8 секунды. Почему я большими набрал? Ну, в принципе, в лугах константы... Боюсь сейчас соврать. Но я константы набираю большими буквами. Чтобы легко их было отличить от переменных. Slow Rot. Slow Rot. Вот. Ой-ой-ой. Ребята. И... Во. Нам нужно слово Rot. Вот здесь. Смотрим на предыдущий вот абзац. Делаем почти так же. Только не копируем слепо. Вот. Еще один End у нас. Давайте смотрим. Так, ребятки. Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Я ошибся вот здесь, наверное. А-а-а. Ребята. Конечно, ошибся. Нужно же не просто Rot. Значение переменной. У нас же в этом Rot. Вот смотрите, в этот Rot. Он 1, 2, 3, 4. А нам нужно значение из вот этой таблицы. Значение, когда Rot 1 равно 1, когда Rot равно 2, 3, 4. Ну, ладно. То я ушел. Когда слишком быстро вращалась, я так и не понял, в чем дело. А тут все понятно. Мы берем элемент таблицы. Вот индекс у нас Rot. 1, 2, 3, 4. Да? И вот табличка у нас Rotate. Угу. Так. Скопируем-ка я сюда. Ну и запустим. Отлично. Каждые 0,7 или 0,8 секунды, чуть меньше секунды, идет поворот корабля. Правая кнопка не работает, потому что я там использую то же самое значение. Но давайте хитро сделаем. Давайте сделаем, что если вправо, то давай повернись еще на 90 градусов. 90 градусов кто у нас помнит? Правильно. Вот слышу целый хор голосов. Маспи пополам. Значит, мы берем уже какой-то угол, на который повернут наш кораблик. И добавляем ему еще 90 градусов. Так. Нажал, 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 нажал. Если я вот сейчас держу кнопку, отпускаю, он как бы назад повернулся. Ну, ладно. Давайте на этом закончим урок. Надеюсь, у вас уже есть какие-то мысли. Мы в будущем сможем еще удобнее разместить наши спрайты, их повороты, чтобы не было в разных таблицах все разложено. Но, мне кажется, вот с этим набором вы можете за несколько часов уже попробовать написать Flappy Bird. Единственная у вас загвоздка, посмотреть самим, как выводить текст на экран. И самое главное, как определять столкновение птички вашей с колоннами или что там у нас было в Flappy Bird. Вот. Там придется сравнивать координаты x, y, высоту, ширину и так далее. Ну, пожалуй, на этом мы и закончим урок. Пойду его заливу.